Настоятель православного храма города Хельсинки встретил 70-летний юбилей. Протеерей Виктор Лютик возглавил приход в 1999 году. История же православной общины берет начало в 1923. Тогда в церквях Финляндии был принят новый стиль. Однако часть русских прихожан сохраняли старый стиль. Так было, например, в Аламском и Каневском монастырях. Также приверженцы старого стиля стали собираться на моления в частных домах. В Выборге таким местом был дом Пугиной монахини Каневского монастыря. История Покровского храма Хельсинки берет начало в Выборге, который тогда входил в состав Финляндии. Дом Купчихи Пугиной был для эмигрантов кусочком русской земли. После революции сюда приходили вдовы и спешно перебравшиеся семьи. В 1926 году по благословению митрополита Евлогия Георгиевского община получила официальную регистрацию. Но после начала Советско-финской войны, когда стало ясно, что советские войска могут занять Выборг, в декабре 1939-го многие прихожане переезжали в Хельсинки, переехал и храм. А уже в 50-е по проекту финского архитектора Илмари Аханина силами самих прихожан в течение 15 месяцев был построен новый каменный храм, который осветили в честь Покрова Божией Матери. Покровский храм в Хельсинки находится на окраине города, но при этом является одним из центров православия, духовной жизни на финской земле, православия русского. И уже многие десятилетия собирают здесь соотечественников на молитву, на литургию. Отец Александр Влахань из Норвегии, а также с соном духовенства прихожане и паломники приехали в Хельсинки, чтобы поздравить отца-настоятеля с торжествами. В свое время отец Виктор посещал приходы в Швеции, в Норвегии, Дании и даже на отдаленных островах Шпицбергена. Он нес свое священническое служение. Ваше служение продолжается здесь уже почти 40 лет. Через несколько лет будет поздравить 40-летие вашего служения здесь в Покровском храме. Это огромный срок, дорогие братья и сестры. И каждый раз, приезжая в Покровский храм и видя служение отца Виктора, я всегда наполняюсь чувством благоговения, потому что такого истового совершения богослужения, такого благоговейного совершения богослужения, редко когда в наше время сейчас увидишь. Также отметим, что отец Виктор – главный редактор русскоязычного журнала «Прихода в стран Северной Европы». Многие годы здесь, в Покровском приходе, также издается журнал «Северный благовест», в котором публикуются материалы о жизни православного прихода в Северной Европе, также материалы различных церковных конференций. Важно отметить, что иконостас Покровского храма был выполнен племянником художника Ильи Репина, а сама церковь, возведенная из красного кирпича, встроена между двумя зданиями и представляет собой единое архитектурное целое с расположенным справа приходским домом, который был освящен в 1987 году, в день празднования 60-летия русского прихода. В Покровском доме мы видим портреты настоятелей Покровского прихода в Хельсинки, священников, которые в разные годы XX века совершали здесь свое пастырское служение. Сейчас Покровский приход сохраняет свои традиции. Например, ежемесячно одна литургия и всеночная проходит на финском языке. Раз в год проводится благотворительный базар. Общая численность прихожан здесь составляет около 400 человек.